...влияние ближнего порядка на плотность эффектного состояния коллекциального графена. Работа началась довольно-таки давно, в 2012 году. Наши коллеги из Института экспериментальной и теоретической физики Миликанова в Москве предложили сделать совместную работу по графену. По исследованию влияния дефектов структуры на электронный транспорт, ну точнее, по крайней мере, вначале на плотность электронных состояний. Мы, значит, эту работу сделали частично в начальном этапе, ну а в дальнейшем начали продвигать, хотя занимались немножечко другими вещами, занимались исследованием электронных, транспортных и тепловых свойств для робот-монатопа. Значит, как показывают экспериментальные исследования, определяющие роль в формировании электронных транспортных свойств оказывают влияние модификации структуры материала и природа внешних воздействий, то есть дефектов структуры. Именно эти воздействия могут приводить к появлению или исчезновению щели и плотности электронных состояний на университет. Значит, попалась интересная статья, которая описывается на ступе органической химии в Академии наук, в Академии наук, в лаборатории Ананникова, вот, мне указано, за автором, значит, ниже, был разработан довольно-таки эффективный метод визуализации дефектов на поверхности графена и других, в общем-то, неродных материалов, которые позволяют за короткое время вот, дадим, дефектов, локализовать тысячу дефектов с помощью стандартной техники микроскопического исследования. Ну, то есть они осаждали атомы металлов на поверхность графена, и они садились чётко вдоль этих краёв дефектов. Значит, в результате можно наблюдать, как располагаются дефекты, видно, что на поверхности графена дефекты образуются не хаотически, может предполагать, а образуют чёткие, упорядоченные структуры. Ну, это видно здесь, и вижу вот на нейтропортном образце, но не так ярко. Причём, значит, наночастицы металлов избиратель отцепилась и показывает количество дефектов. То есть на один квадратный микрометр приходится до двух тысяч дефектов. Электронное свойство графена, в руках много определяется его ориентация в пространстве, краем, ну, так называемый аналог хиральности гублеонной монотрубки, размером листа, а также дефектностью структуры графена. Показано, что взаимодействие графена с подложкой может создавать в электронной подсистеме графена запрещенную зону. Причём, таким образом, что симметрия графенового листа сохраняется по меньшей мере для одного слоя. Значит, таким образом, фитексиальный графен может иметь электронные свойства, такие же, как изолированный лист графена. Но это вопрос о том, что графен на подложке и графен идеальный, так сказать, который моделисты исследуют, который подвешен, так сказать. Можно здесь считать, что они имеют свойства те же самые, потому что за счёт этого самого запрещенной зоны. Причём, если мы будем менять тип подложки, это показано в данной работе, то будет меняться и значение ширины щели в плотности электронных состояний, что также важно для исследователей. Помимо подложки, регировать графен можно и газами, сорбированием различных типов примесей. Эти примеси показаны здесь, это перигиновая конфигурация, к сожалению, перигислимчатый пирольный, и замещающие. Замещающие тип примеси имеют наиболее выраженный регирующий эффект, причём в случае замещения не нарушается историческая структура и не образуются вакансии, которые эффективно рассеивают электроны, благодаря чему сохраняется высокая подвижность носителей заряда, столь необходимая в электронных устройствах. Ну, что, в общем-то, необходимо провожать. Но если разговаривать про водород с сорбированной поверхностью графена, то единичные атомы водорода не приводят к каким-либо изменениям электронных свойств. А два атома водорода уже могут менять электронную структуру, даже создавая запрещенную зону в этой структуре. Всего лишь два атома, но с конфигурированными местами. Причем... А какую поверхность вокруг? Какая ячейка? Ну, ячейка, естественно, малая. То есть, если большая ячейка, то два атома большого эффекта не даст. Бесспорно. Что значит один атом? Один атом водорода, имеется в виду. А что? В расчете на... Назвено. Назвено, да. В расчете на звено, естественно. Ну, да-да-да. В расчете на звено, естественно. Естественно. Ну и, соответственно, все знают про графон и графан, то есть, это когда атомы водорода располагают с одной стороны графенового листа или с двух сторон графенового листа, то там полностью задается запрещенная зона благодаря этому, потому что электроны переходят в подсистему уже водородства. Значит, в связи с вышесказмом мы провели исследование влияния структурного ближнего порядка на низкотемпературный электронный транспорт петексиального графена. Причем нами установлено закономерность изменения электрофических свойств этого самого петексиального графена в результате изменения концентрации сорбиновых атомов раз, типов конфигурации атомов слоя и типов конфигурации дефектов на поверхности гальвера. Были использованы мацубаровская техника, метод температурных функций глина и приближение времени релаксации. Была использована модель рассеяния электронов на ближнепорядоченных областях в разупорядоченном двумьёном металле. В своей работе мы использовали понятие параметра ближнего порядка, которое описывает тип ближнепорядочной структуры. Если структура без дефекта, то параметры ближнего порядка равен 0. Если в структуре есть дефекты топологические, типа дефекта Стоуна-Веллса, здесь показано, либо примеси во второй координационной сфере атома другого сорта, то параметры ближнего порядка для данного дефекта больше нуля. Если атомы примеси находятся в первой координационной сфере, то параметры ближнего порядка данной области будет меньше нуля. Для описания графена как системы с примесями и локальными структурными областями с ближним порядком введём случайное поле дефектных атомов для простоты одного сорта. Структура ближнего порядка определяется, как показано, в первой координационной сфере она зависит от параметра ближнего порядка, характеризующего область данную область разупорядоченности. Для вычисления одноэлектронных свойств была построена одноэлектронная функция грина, включающая в себя функцию грина электронов чистой металли, и функцию грина электронов, рассеющихся на примеси на областях ближнего порядка. Значит, усреднённая функция грина в разном металле показана в урожении 5, в котором включена собственно вертическая часть растения электронов на диагетах. Она нам и необходима для получения выражения времени релаксации. Получив выражение для собственно вертической части двумерной структуры, включая здесь у нас есть плотное состояние новой эферы двумерной структуры, спектр графена, идеального графена. Также концентрация примесей находится в любой плотности, а вот здесь множители и в добавке во втором слагаемом у нас есть параметры ближнего порядка и спектр графена. Получили выражение до времени релаксации. Первое слагаемое рассчитано с учётом многократного тура рассеивания электронов на примеси, а второе рассчитано с учётом рассеивания на дефектах структуры. Используя полученное время релаксации, получили вклад в плотность электронных состояний в резюмом эферме для графена с примесами и структурными дефектами. Оно также зависит соответственно от концентрации примесей дефектов структуры, то есть параметры ближнего порядка. И дальше мы покажем влияние этих факторов на поведение плотности состояний. Ну, ещё раз остановлюсь на том, что температурный фактор здесь включён. Как раз он включён во втором слагаемом времени релаксации здесь. В зависимости от температуры учитывается учётность температуры. Значит, ранее я уже отметил способность графена ассорбировать на проекте с различным атомом, что, безусловно, должно оказывать влияние на поведение плотности электронного состояния в резюре на ферме. Для анализа этого влияния графена формула плотности состояния была представлена в виде двух слагаемых вклад от чистого графена и вклад от графена от рассеянных электронов на поверхности, на областях ближнего проекта. На рисунке, в левом рисунке рисунка показана сумма двух вкладов. Это идеальный графен конус. Поэтому отписание рекомен на ремесик. Как мы видим, сумма этих двух вкладов даёт кривую жирная линия. Это соотносится с первопринципным расчётом, где получена плотность электронных состояний для графена ассорбированного атома водорода. Вот. Появляется счёт у нас здесь. Мы это связываем с тем, что параметр ближнего порядка у нас отрицательный, а это возникает случай того, что примеси находятся в первой координационной сфере. С увеличением параметра движенного порядка вклад плотности электронных состояний возрастает. Показана экспериментальная работа, где показывается увеличение генетической емкости плотности электронных состояний. Существующая генетическая емкость. Это графен разной степени частоты. То есть разной степени не частоты примесей, а разной степени дефектности так сказать. На рисунке показаны наши результаты. Наши результаты вклад в лопан цифровых станет рассчитан по температуре 30 кг для различных параметров ближнего порядка больше нуля, то есть влияние дефектов структуры непримесей. То есть мы здесь примеси не вводили, а дефект структуры не вводили. Если примеси вести этот структур тоже будет показывать небольшое влияние. Дальше. Если первый принцип на расчет не может нам показать температурную зависимость, то наша добавка показывает четкую зависимость от температуры. В общем-то экспериментальная зависимость полностью это подтверждает. То есть даже если параметр в режиме порядка отрицательный, то есть в случае примеси на первой кондиционной сфере, на второй кондиционной сфере, в любом случае плотность электронного состояния растет с температурой. Для непорядочных металлических систем было получено выражение для проводимости, оно совпадает с средствами формы труда, для металлов, но здесь электронная революансация получена для непорядочной системы. Выражение для сопротивления состоит также из двух вкладов, первый вклад перемесной, второй вклад полученный для растения электронов на структурном беспорядке. Сравнивая или рассматривая полученные выражения, можно обнаружить, что смена знака параметра ближнего порядка меняет непроводимость графена. Это можно сравнить с экспериментом, где рассматривался однослойный и двухслойный графен, то есть здесь сопротивление сначала растет до 100 километров, потом падает, а двухслойный графен квадрат падает постоянно. В случае примесей, концентрации примесей, мы видим, что даже большое значение концентрации примесей лишне значительно влияет на клонок кривой. Наша теория работает застательной, в общем-то обсуждается до фаномифа, и это влияние забивается. Это видно очень хорошо воздействовать, хорошее значение. на экране дальше представлены логи. Продолжение следует... Продолжение следует...